Вы по-русски говорите? По-русски? Здравствуйте! Хорошо гуляете? Разминаем ноги! Нью-Йорк – удивительный город. Обожаю Нью-Йорк. Вы можете пойти в Миттаун, там люди в деловых костюмах бегут на работу. А здесь пляж, все расслабленные, в шлепках, в майках. Мы находимся вообще на нормальной территории. Этому району цены нет. Когда люди говорят, что в Брайтон фу, фу, фу. Я говорю, правильно, фу. Чего вы сюда лезете? Зачем? God bless America! God bless America! А погода-то какая в Нью-Йорке! Посмотрите, ноябрь, а на улице тепло, хорошо. До сих пор можно купаться. Бабье лето мне подсказывают. И наша героиня Нелли Землянская как раз каждое утро купается в океане. Она вот там сейчас плавает, мы к ней присоединимся и все у нее раскросим. Вот, смотрите, мы тут какую русалку поймали. Нелли, привет! Привет, Олечка! Ты путешественница и объездила пятьдесят семь стран. Ну, практически все у меня получилось с автостопом и 90% без денег. Спасибо большое, что ты нас искупала. Шикарное утро. Боже мой, когда бы еще в ноябре купалась в Нью-Йорке. Откуда ты родом? Я из Волгограда. Кругосветке четыре года. Да, я вот это собиралась в Кругосветку. Я уже знала про каучсерфинг. Программа для путешественников. То есть ты принимаешь людей абсолютно без каких-либо денег. Ты предоставляешь им еду, жилье, интернет. Я принимала около пятидесяти людей из разных стран. Очень много людей жили кто два, три дня, пять дней. Парень из Миннесуэлы жил у меня три недели. Но я не думала тогда, что каучсерфинг просто мне спасет мою жизнь. Меня приютили тысячи людей в разных странах. Погнали, погнали, погнали. Я не составляю маршрут вообще никогда. Допустим, я была в Египте и я спрашиваю у людей, которые меня принимали в гостях. Египетская семья по каучсерфингу. Я спрашиваю, ну какая страна следующая? Они говорят, езжай в Южную Африку. Ну что, неплохо устроились, девки. Девчата Ашков, как вам спится-то здесь? Я ездила на всем, и на лошадях даже, и на ослах. И на велосипеде даже меня в Бразилии один парниша подвозил. А так в основном дальнобой. Ой, вот мои дальнобои, снимай дальнобои. Именно вот с дальнобойщиками я проехала тысячи километров по всему миру. Часто я и спала и на улице, в парках спала, и на пляжах спала очень часто. Когда вообще очень были сложные, опасные какие-то страны или города, я подходила к местным жителям и спрашивала, можно у вас остановиться, пожалуйста. Как вот без денег можно выжить в городе? Меня научили это делать латиносы, заходить в рестораны и спрашивать еду. Дашь мне одну? Попробуй. Попробуй. Ты? Шукран. Смотри, вот здесь вот на втором Брайтоне всю еду, которая испорчена, они выбрасывают ее в мусорных мешках. То есть, а почему бы не накормить людей, да? То есть, особенно только что приехавших. Да, он говорит, что на другом, короче. Также я заходила в любой стране, я говорила, мамита, пожалуйста, немецкомида парабазура. Есть еда для мусора, плохая еда. Ты обрезаешь, естественно, что-то нехорошее. Для смузи, допустим, или для борщ приготовить, это вообще круто. Три доллара. Три доллара. Вон по два все. Три. Посмотри. Скажи мне, ты не набрала шмоток? Я просто смотрю. Просто здесь люди больны потребительством. Очень много вещей и очень много продуктов. Красиво. Все, началось, короче. Ты меня осуждаешь? Да. Я минималистка. Ты осуждаешь шмоточников? Да, я осуждаю шмоточников. Почему? Я поездила по странам, я увидела тонны мусора на своем пути. Летаешь на Бали, думаешь, вау, Бали, супер. Ты такой ныряешь в этот океан, и тебе, знаешь, пакет целлофановый в лицо. Глобальная проблема, и люди не понимают этого. Они все витают и надеются на государство. Уже надеяться на государство нельзя абсолютно. А ты что делаешь? Допустим, у меня отдельно дома мусор для чаек. Все пакеты я стираю, использую, беру их с собой, использую их еще раз. Зеленоглазое такси, о-о-о, притормози, притормози. Как вас зовут? Беатрис. Ну, я художница. Я шляпу делаю. Приехала просто на зиму перезимовать вот этот оборот коронавируса. И все, я осталась здесь. Будет два года. Поехали со мной в Майами. Давай. Я свободная девочка. Я тоже. Да? Я никогда не была. Тем более. Поехали. Давайте поехали. Давайте поехали. Мы едем в Майами. Джора гитара. Джора.